В жизни каждого кипера наступает момент, когда стоит что-то поменять. Образ жизни, субстрат или точку зрения. Так как образ жизни у нас стабильно деструктивный, а точку зрения меняют только слабаки, мы же не из таких, то методом исключения остается только субстрат. Вот этим и займемся. Субстрат будем менять у чернотелок, а если точнее, то у жука знахаря и у мочного хрущика. И в качестве бонуса еще займемся окукливанием зафобоса. Про всех трех жуков есть интересное видео, советую посмотреть, если еще не смотрели. Зачем же нужно переселять жуков, зачем им нужно менять субстрат, какая от этого польза? Ну, во-первых, посмотрите, какой слой отходов у жуков сейчас. Это как минимум не эстетично, как максимум уменьшает общий полезный объем для проживания личинок. В личинке и есть главный ресурс, который нам нужен. Жуки же как бы являются поставщиками данного продукта. Обновляя субстрат, мы даем толчок в увеличении количества личинок. Плюс убираем мертвых и мага, продукты жизнедеятельности и возможных паразитов, если есть таковые. Объем решил не увеличивать, так как даже того, что есть, мне хватает сполна. Оставлю их жить в тех же боксах, где они живут и сейчас. Просто немного помою, немного обновлю субстрат и все. Это будет довольно удобно делать, если есть хотя бы один лишний контейнер. Процесс покажу чуть позже. В качестве питательной смеси раньше я использовал овсянку или по-другому ее называют геркулес. В смысле крупа, а не герой греческой мифологии. Так как эта крупа довольно дешевая и удовлетворяет всем качествам. А именно, большая удельная площадь, питательность и относительная мягкость. Как по мне, это идеальный продукт для субстрата. Но, недавно я решил, что пора бы испытать вот эту красавицу. Это кукурузная крупа, из нее получается очень вкусная каша. Думаю, и жукам придется по вкусу. На самом деле, в магазине просто не было овсянки. Это как бы время экспериментов. В качестве добавки я буду использовать дешевый кошачий корм. Это не необходимость, но дополнительный белок, микроэлементы и витамины лишними не будут. По сути, можно обойтись и без него, так как я часто даю фрукты и зелень. Но мне так спокойнее. Существует два способа замены субстрата. Первый это экономичный, а второй быстрый и практичный. Экономичный способ будем пробовать на мучнике. Для этого необходимо сито, пакет под мусор и дополнительный контейнер. Это самый муторный и грязный способ, как по мне, но он сохраняет почти всех личинок и жуков. Плюс оставляет несъеденный субстрат для дальнейшего использования. Берем горстку, просеиваем, берем вторую, просеиваем и так далее, пока не кончится содержимое садка. Далее моем его, вытираем насухо, насыпаем новый субстрат, сверху то, что удалось просеять и вуаля, все готово. Ничего сложного. Мы сохранили большую часть насекомых и часть субстрата, который еще на что-то допригоден. Переходим ко второму способу. Манипуляции будем проводить над жуком знахарь. Этот способ мне наиболее симпатичен, так как знахарь плодится как бешеный, а так удается регулировать его численность. Нам необходим садок, ну и... Наверное, ложка. Зачем ложка, а чтобы удобнее было есть. На самом деле, так удобно снимать слой субстрата с имаго и личинками, если таковые имеются. Обычно все они тусуются ближе к поверхности, вот этот слой нам и нужен. Снимаем еще немного и... Остальное обильно заливаем кипятком и в пакет к отходам от мучника. Горячая вода убивает оставшихся личинок и яйца. Это предосторожности такие. Контейнер моем, вытираем насухо, насыпаем субстрат и спасенных жуков. Вуаля, это теперь тоже готово. Данный способ не занимает много времени и дает возможность регулировать численность способей. Переработанный субстрат можно пустить в дело, например, отправить бродить в компостную бочку. Так дурно пахнущая жижа обогатится азотом и микроэлементом, а это очень любят растения. А запах-то какой стоит, мммм, красота. И бонус этого видео, которое никак к теме не относится, но показать охота. Делать для этого отдельное какое-то видео, ну это, сами понимаете. В общем, так как азофоба с животиной капризная, то округливаться в общем садке никто не будет. Видите ли, подаваем отдельные апартаменты. В идеале им тоже нужно поменять субстрат, но там уже почти все личинки взрослые ждут своего часа охукливания. Расти им некуда, а значит и среду готовить это лишнее. Вот когда появится имага, тогда уже другой разговор. Так вот, для каждой личинки необходим индивидуальный тесный контейнер и темное теплое место. Я обычно беру соусницы с отверстиями для вентиляции. Мне так удобно, я так привык. Подойдет любой контейнер, из которого личинка не сможет выбраться. Подойдет даже вертикально стоящая пробирка, личинки не способны лазить по вертикальным поверхностям. Я обычно отправляю около двух десятков личинок на округливание, так как есть вероятность того, что личинка умрет или выход из куколки будет неудачным и имага тоже погибнет. Расчет идет на 15 здоровых особей, но если больше, то даже лучше. Окукливание обычно происходит через неделю-полторы, после изоляции от остальных личинок. Через еще две недели куколка начнет темнеть, а еще через неделю выйдет взрослый жук. Понять, что личинка зафобоса хочет окуклиться очень легко. Она будет ползать по поверхности, искать укрытие. Но если вы сомневаетесь в отборе личинок, то если изолировать такую личинку на пару дней, она свернется в баранку и начнутся внутренние метаморфозы. Иначе она просто будет пытаться выбраться из индивидуального бокса. Все это дело я обычно убираю в контейнер, чтобы если личинус не выйдет из соусницы, то он не смог бы уползти куда-то под плинтус. Такое бывало, это не страшно. Они не приживутся, просто потом будет полный жук по комнате. А это неприятно. Надеюсь, видео было полезно, ну или интересно, по крайней мере. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...